Удар по гостиничному бизнесу. Так называют некоторые предприниматели введение обязательной классификации гостиниц и других мест размещения, которое вступит в силу с января 2018 года. Без свидетельства о присвоении звездного статуса предоставлять гостиничные услуги будет запрещено. Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу соответствующий законопроект. Цель законопроекта – совершенствование правового регулирования деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по оказанию гостиничных услуг в России. Законопроектам предлагается в федеральном законе от 24 ноября 1996 года об основах туристской деятельности в Российской Федерации ввести понятие гостиничные услуги, гостиница и иное средство размещения, классификация объектов туристской индустрии, сообщается на сайте правительства. Присваивать звезды будут в несколько этапов. С 1 января 2018 года пройти сертификацию должны гостиницы с фондом более 50 номеров. С 1 января 2019 – более 15. А вот с 1 января 2020 года эта процедура станет обязательной абсолютно для всех. И это, по мнению специалистов, может стать проблемой для владельцев небольших отелей и популярных сегодня хостелов. Ведь для приобретения звездного статуса им потребуются немалые средства. Мне не очень понятен экономический результат для маленького средства размещения. Для чего он будет классифицироваться? Им не нужны звезды. То есть они не хотят и никогда не пишут, что там у нас гостиница на 4 номера, 5 звезд. То есть такого никогда не было. И во всем мире такого нет. Это минимальное маленькое средство размещения для бюджетно путешествующих людей. Именно такие туристы, как правило, места проживания на время путешествий выбирают с помощью специальных сайтов. Там можно не только посмотреть фотографии будущего отеля или хостела, но и прочитать отзывы других отдыхающих. Наличие звезд у подобных гостиниц для бюджетных путешественников значения не имеет. К слову, именно таких туристов, по данным специалистов, у нас в городе большинство. И если лишить их возможности доступного отдыха, то туристическая привлекательность Владивостока может значительно снизиться. Стагнация самих туристических потоков. Потому что туристические потоки – это не только люди, которые останавливаются в пятизвездочных гостиницах. Если взять соотношение 3-4 пятизвездочных гостиниц против большого количества размещения на дому и так далее, то номерной фонд будет примерно одинаковым. То есть мы половину возьмем и отрежем. То есть к нам не приедет половина туристов. Но некоторые представители гостиничного бизнеса уверены, что обязательная классификация гостиниц и других мест размещения упростит выборы и избавит отдыхающих от возможных проблем с проживанием. Ведь именно официальный статус отеля, гостиницы или хостела, по их мнению, гарантия качественного отдыха. На цене это не отразилось практически нигде. Эта информация, понимаете, вот звездность, она нужна клиенту. Она нужна не гостинице. Это клиенту нужен дополнительный источник света или гостю. Это ему нужен дополнительный коврик. Это ему нужна удобная, понятная ему кровать, текстиль и так далее. Поэтому я бы очень хотела, чтобы общественное мнение сместило акцент в понимании этого вопроса. На то, чтобы получить свой звездный статус, гостиницам, как правило, требуется около двух дней. Для этого предприниматели приглашают эксперта, который либо сразу присваивает соответствующее количество звезд, либо высказывает замечания, которые необходимо устранить. На данный момент классификация уже обязательно в 11 субъектах страны, где в 2018 году будет проходить чемпионат мира по футболу. Анна Бережная, Александр Бортовщук, Новости на Восьмом.